Привет! С вами снова Алтынай, и сегодня мы поговорим о том, какую еду должны обязательно попробовать туристы, когда они приезжают в Корею. Итак, я сделала список, который состоит из 10, можно так сказать, блюд. И на 10 месте стоит мороженое, которое обычно кушают в сериалах. Оно такое в пластмассовой какой-то упаковочке, и ее нужно открывать и высасывать оттуда мороженое. Я думаю, что многие видели это в сериалах. На 9 месте у нас стоит Пап Бого. И его я, честно, была в шоке, когда впервые попробовала его. Потому что, во-первых, это стоит очень дешево. И я думала, ну, наверное, это так, просто как и закуска. Но, в принципе, это очень сытно и вкусно. Это идет как бургер, только вместо булочки там идет рис. И когда вам его подают, вам нужно будет его немного сжать. Пуш-пуш-пуш. И потом открыть и есть ложечкой. И это очень вкусно, и я думаю, что это такое чисто в корейском стиле. Поэтому, если вы приедете в Корею, то вы должны обязательно его попробовать. На 8 месте стоит Пивимпап. Я думаю, многие из вас пробовали Пивимпап. Либо делали его сами дома, либо пробовали в корейских ресторанах. Но все-таки я думаю, что вы должны попробовать его обязательно в Корее. Далее идут морепродукты. Любые виды морепродуктов. Корея это морская страна. И я думаю, что вы по-любому должны попробовать какие-либо морепродукты. Но, к примеру, можно взять всяких осьминожек, которые все еще движутся у вас во рту, когда вы их едите. Честно говоря, я еще лично не пробовала морепродуктов в Корее. Но мы с Даяной собираемся весной поехать на рынок с морепродуктами. И, скорее всего, я сниму там влог. Поэтому вы точно узнаете, что можно попробовать. На шестом месте идет корейское блюдо, которое называется манду. Его произношение очень сильно похоже на наше слово манты. И, знаете, оно и выглядит как манты. И вкусом немного, например, манты. И даже не манты, а как-то смесь манты и пельменей. Да. Но здесь вся фишка в том, что там начинка может быть разной. То есть не только мясо. Допустим, я ела с креветками. Еще с лобстером. И это было нереально вкусно. Так. И на пятом месте идет корейский суп. Суп с курицей. Самгеттан. Его обычно едят летом. Потому что он как бы освежает. И он идет с женьшенем. И поэтому он очень как бы полезен для здоровья. И все, кто туда приедут в Корею, должны обязательно его попробовать. Так. Четвертое место это яннен чикен. Это... Это еда для богов. Честно. Просто любой, кто будет в Корее, должен обязательно попробовать. Эта курица, она очень острая. Нереально острая. Потому что она в таком соусе очень остром. Креп. Но, в общем, я не знаю, как это описать. Вы просто должны это попробовать. Вообще, обычно, когда мы заказываем такую курицу, мы заказываем пан-пан курицу. Там идет половина острая курица и половина такая обычная, как в KFC. Ну, в общем, это нереально вкусная курица. И вы должны ее взять и попробовать. Третье место это кукума. Или на русском языке сладкая картошка. Кстати говоря, именно сейчас мы, Саружан, готовим сладкую картошку. Я привезла 5 кусочков, кажется. Да, 5 кусочков сладкой картошки. И сейчас мы ее готовим. Поэтому, возможно, сейчас я даже сниму, как мы ее готовим. Обычно эту картошку едят зимой, потому что она горячая. И как бы можно согреть ей руки и насладиться трапезой. Обычно она продается просто на улицах. Вот именно зимой сейчас стали выходить всякие дедушки, которые продают ее на улицах. И если вы смотрели сериал «Невеста века», то вы там можете увидеть, что они едят эту картошку с кимчи. Я хотела попробовать это сделать, но у меня не получилось. У меня не было тогда кимчи рядом. Но вообще эта картошка реально очень вкусная. В общем, эту картошку можно есть в кожурке сразу, как картошка в мундире. И давайте попробуем. Горячий. В общем, она очень горячая, не знаю, как я съесть. Она реально как картошка, которую в Корее продают. Челлендж выполнен. Вы сможете спокойно приготовить такую картошку, если она у вас будет. Да. Внизу я напишу рецепт. Потом второе место идет «Хангкоги». Это, наверное, вы все знаете и все видели, что в корейских сериалах, или, может быть, даже не в корейских сериалах, а вообще в корейской культуре, они очень любят есть мясо, которое жарят сами. Я вам покажу видео, оно у меня есть, где я сама жарю это мясо. То есть, и вообще, по идее, хану – это говядина. То есть, это корейская говядина, они называют ее хану. И, в общем, она считается для них прямо супер вкусной. И если вы смотрите шоу «Выкли Айдол», то вы точно знаете, что айдолы там чуть ли не дерутся за эту говядину, потому что она нереально вкусная. И она очень дорогая в Корее. В Корее есть три вида говядины. Это американская, австралийская и корейская. И самая из них такая дорогая и, как бы, самая вкусная считается корейская. Вот это хану. И обычно, когда вы ее жарите, вы берете листик салата, заворачиваете туда это мясо и всякие салатики, которые рядом, ну, вам дают закуски. В любом случае, когда вы приедете в Корею и пойдете в какой-нибудь ресторан, вам по-любому должны дать кимчи и редиску маринованную. А если вы будете брать мясо, то вам дают еще много всяких разных закусочек. Вот, и вы все это ложите, ложите, ложите и заворачиваете листик. И очень много корейцев обычно, когда там, не знаю, успешно заканчивают семейство или что-то вроде этого, или что-нибудь празднуют, они обычно идут в ресторан и едят именно это мясо хану. И когда мы с Деяной закончили семейство, мы тоже так сделали. Да. Но также многие едят самгепсали. Но я не говорю о нем, потому что там свинины. Так как мой канал больше всего смотрит казахов, я думаю, что все мусульмане, поэтому они не едят свинины. Да. И первое место. Это, конечно, Корея. Конечно, это рамен. Вообще, по идее, он такой же, как и у нас всякие бич-пакеты, типа Биг Бон. Ну, просто, если вы прийти в Корею, то вам, конечно, получится рамен. И по идее, там есть какая-то у них специальная тактика готовить рамен, о которой я, к сожалению, не знаю. Но я точно знаю, что они, когда его готовят, они туда еще добавляют яичко и сыр. Да. И я думаю, что если вы будете в Корее, то вы по-любому должны попробовать рамен. Да. И желательно попробовать это сделать, как в сериалах, как они готовят его дома и едят прямо из кастрюльки, берут крышку от кастрюли и едят прямо оттуда. Думаю, я этого никогда не делала, но я думаю, что вам будет интересно попробовать так сделать. И вот, это мой топ 10 самой вкусной корейской еды, которую, я думаю, должны попробовать иностранцы, которые приезжают в Корею. И так, сегодня я тоже хочу вас смотивировать чем-нибудь. И вот, в последнее время на Ask мне часто приходят вопросы насчет того, как оставаться таким позитивным человеком и так далее. Потому что я всегда улыбаюсь на видео и вообще я думаю, что я очень жизнерадостный человек. Да. Поэтому сейчас я как бы немного мотивей вас. Инспирей. О, yeah. О, yeah. Ладно, в общем, вот. Знаете, я думаю, что в последнее время мы с Дайаной любим произносить эту фразу. Все, что не делается, то к лучшему. То есть вы должны взять ее себе как бы на заметку. Это должен быть ваш девиз по жизни. То есть если что-нибудь плохое произошло, то значит так и должно было быть. Это как бы предначертано нам судьбой. Но все же я думаю, что судьбу мы как бы расписываем сами. То есть у меня есть такая теория, и не только у меня, а также, я знаю, многих людей, у которых есть такая теория. И сейчас человек, который меня снимает, а Ружан, у нее тоже эта теория, да. В общем, я думаю, что когда у нас, когда мы стоим перед выбором, и мы делаем этот выбор, то получается наша судьба переписывается. То есть нет неправильных решений, и все решения ведут нас куда-то. Какой плохой ни была ситуация, в которой вы сейчас находитесь, знаете, что именно она в будущем сделает из вас успешного человека. И в будущем вы будете вспоминать об этом с улыбкой. То есть вы будете учиться на своих ошибках. И также я думаю, что вы должны всегда улыбаться, честно, людей. Когда вы улыбаетесь, это такой бальзам на сердце, честное слово. Просто когда я иду по суровой Алмаде, по суровым улицам Алматы, и улыбаюсь какому-нибудь ребенку, если он улыбается мне в ответ, мне становится так приятно. Поэтому я думаю, что да, вы должны улыбаться. Как говорится в песне, от улыбки... Хмурый день светлей. Хмурый день светлей. И от улыбки в небе радуга проснется. Поэтому я думаю, что вы должны улыбаться. И вот мои три самых главных совета. Первое. Улыбайтесь. Второе. Все, что не делается, то к лучшему. И третье. Мы сами решаем свою судьбу. Это не совсем советы. Но в любом случае, возьмите себе их на заметку. И если вы хотите быть позитивным человеком, то просто начните думать позитивно. Нет, реально. Это реально сильно поможет. Потому что есть люди, которые думают только о плохом. Думают, что вся их жизнь это... Нет выражения, говно. Но мне кажется, что в любом случае, все может быть не так плохо. В любом случае, везде есть плюсы. То есть, если у меня что-то не случается, я стараюсь во всем искать плюс. Да. А также, для людей, у которых происходит очень много фейлов. Для таких людей, как я. Не зацикливайтесь на своих фейлах. Просто вспоминайте о них с улыбкой. Когда мне происходит фейл, я сразу пишу о нем. Или рассказываю о нем своим друзьям. Мы вместе смеемся. И я просто забываю о нем. Поэтому, просто реально забудьте. Главное, что у вас есть любящие друзья. Любящая семья. И вы любите себя. Так что, спасибо за просмотр этого видео. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. И напишите в комментарии, как вы справляетесь со стрессом. И какую по-корейскую еду вы бы хотели попробовать. Пока!